В мире чудных человечков нет ничего дороже самых обычных пуговиц. Но так уж случилось, что они растеряли свои пуговки. И теперь им нужна помощь игроков, чтобы найти все 7 разноцветных пуговиц. Чтобы начать игру, перемешайте и разложите карточки игрового поля в форме круга, по возможности чередуя цветные и серые карточки, а все пуговицы положите в центре. Каждый игрок выбирает себе фишку и карточку для пуговиц того же цвета. Фишки размещаем на старте. Игру начинает самый младший игрок. Он бросает кубик и передвигает свою фишку на количество шагов по часовой стрелке, которая выпала на кубике. Теперь в зависимости от того, где остановилась фишка, игрок выполняет действия карточки и передает ход следующему игроку по часовой стрелке. Если фишка остановилась на одной из вот таких цветных карточек с плюсиком, то игрок получает одну пуговицу того же цвета, что и карточка. Если у игрока уже есть пуговица такого же цвета, то игрок ничего не получает. Остановившись вот здесь, игрок получает одну пуговицу любого цвета по своему выбору из тех цветов, которых у него еще нет. Например, я хочу взять желтую пуговицу. Вот на этом поле игрок теряет одну пуговицу любого цвета по своему выбору из тех, которые у него есть. Если пуговицу у игрока и так нет, то ничего не происходит. Закончив движение вот на этом поле, игрок бросает кубик еще раз и передвигает свою фишку вперед. Получаю зеленую пуговицу. А вот это поле говорит нам о том, что нужно еще раз передвинуть свою фишку вперед на количество шагов, равное значению на кубике. Например, если до этого я бросил 5, то хожу еще на 5 клеток вперед. И получаю пуговицу любого цвета. Попав вот на это поле, игрок отдает любому другому игроку по своему выбору одну пуговицу. Цвет тоже игрок выбирает сам, главное, чтобы такого цвета у получателя еще не было. Ну а если у игрока, попавшего на эту клетку, есть только такие пуговицы, как у всех остальных игроков, то ничего не происходит. А вот такое поле, наоборот, позволяет игроку, который на нем остановился, взять одну пуговицу любого цвета, которого у него еще нет, у любого другого игрока. Цвет он тоже выбирает сам. Ну а если у всех оппонентов только те цвета, которые уже имеются у игрока, то он ничего не получает. Остановившись вот здесь, игрок пропускает один ход. То есть в следующий раз, когда придет его очередь ходить, он просто передает кубик следующему игроку и сам ничего не делает. А вот остановившись на таком поле, игрок может вызвать на дуэль любого другого игрока. Дуэль это соревнование за одну пуговицу. Действующий игрок выбирает любого соперника и среди его пуговиц выбирает ту, которой у него еще нет. Например, я объявляю дуэль вот этому игроку за его фиолетовую пуговицу. Теперь игроки по очереди бросают кубик. И пуговица достается тому игроку, который выбросит наибольшее значение. Пуговица осталась у прежнего владельца. Также на дуэль можно вызвать, если фишка действующего игрока останавливается на поле, где уже есть фишка другого игрока. В этом случае дуэль объявляется за пуговицу игрока, то есть не из банка, а именно из собранных игроком пуговиц. И цвет этой пуговицы должен совпадать с цветом поля. Конечно, при условии, что у действующего игрока эта пуговица отсутствует. Если на карточке стоит несколько игроков, то действующий игрок может выбрать для дуэли одного из этих игроков на свой выбор, при соблюдении всех условий. Например, оранжевый игрок объявляет дуэль за синюю пуговицу зеленому игроку. На многоцветной карточке можно объявить дуэль любому стоящему на ней игроку за пуговицу, которой у вас еще нет, но есть у этого игрока. Например, зеленый, попадая на эту клетку, объявляет дуэль фиолетовому игроку за голубую пуговицу. Побеждает игрок, первым собравший всю коллекцию из пуговиц семи цветов. Настольная игра «Чудные человечки» от компании «Я игрушка» станет замечательным подарком для ребенка, а также прекрасным вариантом интересного досуга для всей семьи.